Через несколько дней все 119 школ города откроют свои двери. Впервые за парты сядут 6 тысяч запорожских ребят. За несколько дней до 1 сентября наши журналисты вместе с городской инспекцией посетили несколько учебных заведений, чтобы увидеть их готовность к 1 сентября. Персонажи известных мультфильмов будут украшать столовые учеников 8-й гимназии. В основательном ремонте она не нуждалась, поэтому летом обновили декор. В центре внимания оказался спортивный зал. Его ремонт взяли на себя родители. Своими силами заменили почти 40 окон. Теперь ученикам сквозняки не страшны. В этом году, я надеюсь, мы мерзнуть точно не будем. А чтобы комфортно, у нас пока минимально. Будем говорить, все есть. Хотелось бы, конечно, больше, может быть, спортивного инвентаря. На следующий год мы планируем уже там провести полностью капитальный ремонт. Это смыть, побелить потолки, полностью поперештукатурить наш весь спортзал, покрасить его. Но средств у нас немножечко не хватает на полы, и мы будем, наверное, просить наши городские власти, чтобы они нам в этом оказали сотрудничество. Если объединить усилия, можно достичь многого, отмечают в учебных заведениях. Средства из городского бюджета плюс взносы родителей и деньги депутатов-мажоритарщиков позволяют решать любые проблемы. В 38-й школе таким образом за несколько лет и крышу удалось отремонтировать, и компьютеры установить, и классы в порядок привести. На подготовку к новому учебному году здесь потратили 25 тысяч гривен. Из них 16 тысяч выделено из городской казны. Все источники используются, но помощь у нас только благотворительная. У нас нет такого, чтобы мы спрашивали или заставляли. Пытаемся искать спонсоров. Вот мы берем для себя что-то глобальное. Вот в этом году у нас первый этаж, мы закончили потолки и полностью капитально сделали третий. Полно капитально сделали кабинет химии. От потолков до стяжки пола, потому что кабинет был уже немножко в аварийном состоянии. По заданию мэра, его заместитель вместе с руководством департамента образования проверяют каждую школу города. И все 119 учебных заведений заверяют, в день знаний наполнятся веселыми детскими голосами. В нескольких школах, правда, и в сентябре продолжится мелкий ремонт. Но это, говорят, не помешает занятиям. Я хочу заметить, что в этом году было проще готовиться, потому что сегодня и заявление инициативы президента, и губернатор, и мэр объявили первостепенной задачей в этом году. И главный приоритет – это работа с детьми. И на сегодняшний день мы это почувствовали, потому что я уже обижал несколько школ, а может быть даже это не один десяток. Так и в принципе я нигде не увидел вот такой слабый уровень подготовки. В поле зрения проверяющей инспекции не только стены и кровля школ, но и наличие в классах необходимой техники, в особенности компьютеров. С этого года, согласно новым государственным стандартам, ученики второго класса будут изучать азы информатики. Практиковаться детям будет, на чем говорят в мэрии. Укомплектованы школы и новыми учебниками для вторых и пятых классов. Осталось самое приятное – праздник, День знаний. Он пройдет во всех школах страны в воскресенье 1 сентября. Ребята уже готовятся станцевать свой школьный вальс. Субтитры создавал DimaTorzok